я отвезла костю в садик и у меня сегодня выходной по дороге назад заехала в магазин хотела подкупить кое-какие продукты а магазин была уверена что он с 7 утра открывается а он с 8 пойду пока схожу в банк сниму деньги так интересно идти по пустому центру все еще закрыто пахнет булочками и цветами так через 10 минут откроет продуктовые магазины от цветы всегда рано ночное денежки сняла иду назад точке вкусненькие так иногда время летит что не успеваешь а иногда как сейчас тянется всего три минуты прошло мы первую очередь магазин пенсионеры и я сейчас я буду делать солянку давно хотел уже приготовить этот суп здесь у меня на столе уже лежит все что мне понадобится такое вот копченое сало мясо краковская колбаса потом я туда буду добавлять одну или две вот таких вот сосиски и вот такие вот колбаски тоже копченые кабануси тоже буду туда нарезать вообще я так посмотрела рецепты в интернете солянки кто конечно что добавляет некоторые отваривают мясо некоторые кладут туда столько видов колбасы что не знаю пять шесть видов я решила вот эти четыре вида добавить посмотрим как это все будет должен быть и так понимаю вкус под копчености что-то такое должно быть еще в одном из рецептов я видела что очень важно брать огурцы не просто соленые именно квашеные и я их даже нашла у нас в магазине врывы вот это вот польские огурчики домашние квашеные мутные такие посмотрим так что две помидорки с них я потом сниму шкурку чеснока две большие луковицы лимончик это понадобится в конце добавлять кислинку я так понимаю выдавливать сок паприка 1 у меня здесь лежит сметана или крен фреш в моем случае томатная паста понадобится чтобы мясо вот с луком обжаривать добавлять туда томатной пасты для цвета для вкуса супа перец красный перец черный соль само собой зелень у меня здесь немножко еще в холодильнике есть свежий укроп это тоже в самом конце ну и оливки оливки вот черные и маслины да они называются и зелененькие оливки вот сейчас я все это начну нарежать первым делом мясо все я все нарезала получается у меня здесь вместе с этим салом и сосиском из сосиском из сосиской раз два три четыре вида колбасы вот так раковская даже не думала на такая остренькая довольно таки огурец нарезала тоже паприка оливки уже нарезала и здесь у меня чуть чеснок лук вот здесь подальше ждет глаза я теперь начинаю все обжаривать вот у меня уже стоит кастрюля с маслом сейчас подожду пока она нагреется и перед закинула еще один сорт колбаски это хорошо обжариваю сейчас добавлю 2 столовых ложки томатной пасты перец и огурцы все это на среднем огне сейчас немножко приезжали уже ждут свою очереди помидорки без кожурочки и чеснок и помидоры обжарила немножко такой запах пошел вообще обалденный очень вкусно пахнет надеюсь это будет также вкусно как это пахнет еще колбасу еще два сутка с сосисками вместе опять обжариваю все это и сейчас я это все немножко посолю добавлю перца красного и я много не сыпала потому что хочу еще залить немножко рассола туда вот когда я буду добавлять воду немножко подалью рассола поэтому он соленый и мне кажется он добавил пару минут все это поджарила и сейчас залью сюда кипяток и буду все теперь оставлю все это закипеть перца достаточно на мой вкус больше не надо довольно таки остренький супчик солянка готова я добавила совсем совсем чуть-чуть лимонного сока потому что на мой вкус достаточно кислый кисло-сладкий остренький очень такой насыщенный вкус короче я не думаю что надо еще больше лимона здесь у меня свежий укроп и петрушка я сейчас допиваю свой сок и и сегодня пятница сейчас я поеду забирать костю и после этого ой как здесь у него кости в комнате темно закрыты жалюзи и поэтому так темно в общем как я уже сказал сегодня пятница 6 заберу костью и стартуем выходные им отдыхать на завтра есть кое-какие планы и кое-какие планы есть еще на сегодня сейчас я вам кое-что покажу включу вот так вот костины прибамбасы тут в общем в каком-то из влогов я рассказывала что костя хочет себе лампу в виде футбольного мяча вот такой вот круглую как футбольный мяч первая попытка ее купить у нас была неудачная вторая попытка у нас тоже была неудачная и вот когда мы последний раз были в магазине кости выбрал себе вот такую лампу после того как он в магазине увидел что тут есть пульт для лампы и что можно менять цвета лампы ему очень стало именно нужно вот такая вот поэтому сегодня эта лампа будет на потолке я надеюсь испробует кости как это сультом переключать цвета и включать выключать лампу должно быть прикольно еще один пульт у нас появился дома потому что пульта телевизор у нас пропал и уже неделю я не могу его нигде найти видимо надо искать в где-то вот во всех шоплатках не знаю возможно и такое что он упал в мусорку и я его нечаянно вынесла также сегодня в планах есть поехать в польшу зайти в магазин бедронка и вот так как-то будет получше последнее время у меня стали опять такие сухие волосы на самом деле это началось после моря после соленой вот этой вот воды и после солнца видимо высушила мне волосы надо их подлечить масочки почаще поделать не хватает времени ни на что не хватает времени так 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 телеволи 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 ой мама снимает с этим идем сейчас в магазин посмотрим что там за цены супер цена о здравствуйте константин что ты хочешь с божьей коровки в бедронке огурцы огурцы будешь мороженое ты же не ешь всегда его только покупаешь и не съедаешь я так и он женская молодая цветочки красивые какие я знаю зачем обтираешься хотелось поснимать нормально в магазине но такой возможности не было потому что очень много народу было все с тележками очень узкие проходы в магазинах кости постоянно болтался под ногами то у меня то у других людей и надо было постоянно смотреть чтобы он ни на кого не наехал в общем в общем что наснимала то наснимала постараюсь показать лучшие кадры если я правильно понимаю то цены нужно делить на 4 значит вот огурцы которые кости так сильно хотел всю дорогу просил к сожалению они были все раскуплены обычно здесь три вида огурцов вон один единственный какой-то лежит захудалый и вот еще другие но они все какие-то желтенькие тут кости приспичило взять кукурузу и не важно что он ее есть не будет в общем с кости ходить по магазинам очень тяжело и да особенно когда вот такие вот узкие магазинчики много народу мясо мясо ребрышки нет это не ребрышки это простое мясо а где-то я тут тоже снимала ребрышки я не скажу что цены в польше намного ниже чем цены у нас здесь германии все тоже дорого но вкус продуктов отличается две рыбки тут кость увидел суши последнюю коробку тут я показываю мясные рульки вот эту мы еще не пробовали и со шпинатом а вот это была довольно таки неплохая копченая с моцареллой и с томатом большая банка меда 2 килограмма за 29,99 это у девушки йогурт 3,49 молоко сметана 2,47 липочки вот пончики ищу 3 плюс 1 покажи что ты себе взял еда для кошек стоит примерно столько же примерно такие же цены как у нас константин покажи что ты себе взял пончики сладкие вот сюда нам надо 15,99 8,99 8,99 где масло посмотрите оливковое стровое бутылка масла кажется здесь даже больше чем литр какой литр 3 3 3 3 3 литра 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 4 4 5 5 5 5 6 9 10 10 10 10 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 10 10 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 20 22